Антон Долин, ведущий российский кинокритик, родился в Москве в творческой семье. С детских лет увлечение Антона – это музыка и чтение художественной литературы. Играл в рок-группах на клавишных инструментах, был соавтором музыкальных произведений. После окончания Московского госуниверситета начал журналистскую карьеру. Антон Долин – автор девяти книг о современном кинематографе. Однажды приехал к нам, по-моему, из передачи «Дождь». Такой молодой человек, и он зашел в Министерство культуры и спросил, кто может рассказать о таком феномене якутского кино, о буме якутского кино. Спросил так. Он сказал, я тогда министром культуры был, девушке ответили, что, мол, Андрей Савич знает, у него узнаете. Он сказал, не-не-не-не-не-не, почему? Он сумасшедший, сказал он, почему сумасшедший? Потому что начнет про Алан Хо говорить тогда. Все-таки он ко мне подошел, у меня репетиция шла, я такой весь возбужденный, выхожу из зрительного зала, и он подходит ко мне с камерой и говорит, спрашивает вопрос, я подзываю его, я уже знаю, какое мнение, я говорю, знаете что, в великом эпосе Алан Хо, говорю, он так, от меня так, тогда я говорю, в великом эпосе Алан Хо, монтажное мышление, монтаж, говорю, из многих эпосов мира, а здесь у нас монтажный, поэтому ребята талантливые и так далее. Вот расскажите нам, почему происходит кино наше, вот что происходит, может, со стороны вам беднее? Ну, это сложно со стороны судить, весь процесс, понятно, что мы в Москве видим какую-то часть якутского кино, например, якутские авторские фильмы, фестивальные, это мы стараемся смотреть, но есть же и фильмы коммерческие, комедии, фильмы ужасов, которые до нас просто не добираются. Мне кажется, что вы не так уж не правы, потому что мне очень нравится Алан Хо, вот Нюргун Батур стремительно ничего другого, конечно, не читал, и я не уверен, что есть литературно изложенные другие эпосы, но это действительно необычный эпос, это действительно довольно необычный текст, и в самом деле в нем существует вот это вот представление о монтаже. Мне кажется, что те явления, из которых складывается Якутия, это природа, это своеобразные языческие взгляды на эту природу, это литература эпическая, фольклорная Алан Хо, это театр и кино, они все существуют в цельном комплексе, едином, нераздельном, который именно так и надо рассматривать. Потому что для того, чтобы прочувствовать до конца якутское кино, лучше всего приехать в Якутию и здесь это увидеть. Есть вещи в якутском кино, которые человека, привычного к кинематографу, обычного могут смутить. Недостаточная сценарная продуманность, недостаточная вообще литературность этого всего, кое-где совершенно неожиданное смешение игрового и неигрового документального элемента, и профессионального и непрофессионального. То, что вообще такое количество непрофессионалов этим занимается. Ну, например, там возникает иллюзия того, что если их всех обучить, то тогда сразу изменится качество, но при этом оно изменится, может быть, не в лучшую сторону. В этом непрофессионализме есть не только свое очарование, но и свой смысл, который это все складывает. Это как, если писать Алан Хо с самого начала, не записывать речи, а придумывать его и писать как литературный текст, это будет другого качества и другого типа текста. Магический взгляд на мир и, в частности, на природу. И неразрывная связь человека и природы, невозможность воспринимать человека только как существо цивилизованное, а взгляд на человека как на существо мистическое, как на существо неразрывно связанное с циклами природы, с животным миром, с стихиями, вода, земля, огонь. Это и есть даже не особенность якутского кино, а особенность вообще якутского взгляда на мир. И в кино этот взгляд тоже выражается. Это не обязательно выражается только в талантливом кино. Кинематограф очень редко и очень мало где за всю историю кино вообще к этому приближался. Потому что ведь кино, в отличие от других форм искусства, ну там, литература или архитектура или живопись, они существуют со времен первобытных людей. Они всегда были. А кино появилось с прогрессом. Кино – это современный вид искусства. Единственный. Нету больше искусства, которое связано с технологией настолько, как кино. И поэтому кино, оно дальше всего оторвано от природы. Дальше всего отнесено. А, вот так. И якутское кино помогает этому возвращению и сближению. Опять же, разные фильмы с разным успехом это делают. Но, тем не менее, в каждом фильме это ощущается. В нашей философии – это природа, природа и человек – это человек не над природой. И человек, природа не над человеком. Это равный такой, равный диалог. И это в кино видно, да? Я думаю, что это такой своего рода симбиоз. И действительно, отношений, кто над кем, здесь нет. Ну, природа всегда сильнее, чем человек. Но осознавая это, человек ставит себя в более выгодное положение, когда он понимает, как с природой иметь дело, когда он с ней знает, как обращаться. Потому что, конечно, сегодняшний человек цивилизованный, житель Москвы или Нью-Йорка, или Шанхая, он не знает, что такое природа и как с ней обращаться, и что с ней делать. Просто он не обладает этим умением. Цивилизация привела в ту точку, в которой это как бы ненужное знание. Человек, живущий в городе, урбанизированный, для него наше кино прежде всего вот этим качеством. Ну, надо понимать, что человек урбанизированный, который, скорее всего, и будет смотреть якутское кино за пределами Якутии, это человек, который все равно будет воспринимать якутское кино как экзотический объект. С этим экзотизмом взгляда, с ним ничего сделать невозможно. Он может быть обидным или неприятным, потому что всегда хочется, ну, жалко отдавать свою субъектность. Я человек такой же, как ты, мыслящий, чувствующий, выражающий себя через кино, а ты смотришь на меня, как на существо за витриной музейной, в смешном костюме и со странными чертами лица. Это неприятно, но это неизбежно. Но мне кажется, что даже не умея себя соотносить с этими героями на экране, сегодняшний цивилизованный зритель, тем не менее, может проникнуться взглядом не свысока, скажем так, а наоборот, снизу вверх на этот симбиоз человека и природы, который для якутов нечто совершенно естественное. Как я бы сказал, естественное для любых народов, которые живут в экстремальном климате и в экстремальном отдалении от центров цивилизации. Просто у большинства этих народов нету кинематографа по тем или иным причинам. Но если задаваться вопросом о том, почему именно якуты, именно кинематограф, то здесь нет никакого ответа. То есть мы можем придумать 100 ответов, ни один из них не будет окончательным. Просто каким-то нациям, каким-то этносам, какие-то виды искусства для них естественные, для них органичные. Для кого-то живопись, для кого-то рок-музыка, для кого-то литература или поэзия. А вот для якутов оказалось, что кино. Мы просто наблюдаем это как факт. Это ведь со всех сторон проявляется. Не только то количество людей, которые делают кино, но и то количество людей, которые смотрят кино, которые просто ходят в кино. Оно тоже огромное, оно тоже незаурядное. И тоже имеет значение. Когда якутский кинематограф обретет какой-то уровень профессионализма, то может эта аура может исчезнуть? Или как? Да, это правильный вопрос. Я дам ответ почти абстрактный, но я думаю, что справедливый в этой ситуации. Мне кажется, что якутскому кинематографу сегодня люди спрашивают иногда, что нужно? Больше денег, больше зрителей. Нет, это все не поможет. Больше денег не поможет, потому что зритель всего остального мира и зритель большой России, он в достаточной степени националист, в достаточной степени безразличный, он не будет массово смотреть якутское кино. Никакое количество спецэффектов или звезд не поможет этому. И мне кажется, что сегодня якутскому кино необходимо, непонятно, когда он появится, может через 10, это может через 20, может никогда, а может быть сейчас он уже есть. Необходим какой-то гений. Необходим один режиссер, не знаю, сценариста, может быть продюсер, гениальный человек, который сможет произвести этот симбиоз, сделать качественный скачок в отношении профессионализма, не потеряв этой аутентичности. Это возможно. Но нужен такой человек, должен быть человек, который станет выразителем этого якутского духа в кино. Уже ясно, что кино – это и есть та форма, в которой якутский дух может себя выразить. И культура, и взгляд на мир, и религия, все вместе. Для этого нужен такой человек, который полностью отдаст себя кино, для которого кино будет как дыхание, как для очень многих, но не бесконечно большое количество их, людей за историю мирового кино. Как выразителем русского кино стал навсегда Тарковский. Вот есть такой человек, и все. Для всего мира синоним русского кино – это Тарковский. Можно не любить Тарковского, можно скучать на Тарковском, можно как угодно к нему относиться. Просто это факт. Как выразителем для Швеции стал Бергман. Шведы многие его терпеть не могут. Говорят, он мешает нам дышать. Он слишком для нас великий. И ничего сделать с этим невозможно. Он существует, и он и есть Швеция, выраженная через кино. У Японии несколько таких художников. Прежде всего, Ису Дзиро Уодзу и Акира Курасава. Они одновременно жили и творили. Тоже, ну вот, есть Отзу. Отзу – это и есть Япония. И это и есть Япония, сказанная через кино. Человек никогда не был в Японии, ничего про нее не знает. И никогда не видел японского кино. Вот он увидит Отзу, и любой один его фильм скажет все про Японию и о японском взгляде на кино. Якутии необходим такой человек. Какого он будет возраста, образования, пола, ничего про это сейчас мы не знаем. Когда он появится, и его фильмы прорвут эту плотину и окажутся и в прокате других стран мира, и на фестивалях, тогда его фильмы помогут другим. И тем, которые были до, и которые будут после, тоже туда проходить. Должен быть человек, должен быть такой переводчик с якутского языка кино на всемирный. Кинофестивали они могут выявить? 100% на кинофестивале – это один из лучших методов для этого выявления. Фильм не нуждается в каких-то коммерческих свойствах. Он должен быть талантливым. Там, может быть, не сдвинется кадр ни на минуту, и будет сидеть человек в кадре и молчать. А на фестивале это могут оценить. И если мы посмотрим на всех гениев, появившихся в мировом кино после Второй мировой войны, они все пришли благодаря фестивалям. Тот же Тарковский, Иваново детство, получила «Золотого льва» на фестивале в Венеции. И это стало для него дверью, открывшей в мир путь. Бергман начинал немножко раньше, но, тем не менее, произошло это именно с фестивалями. Дрейлер, он был уже пожилой, его по-настоящему открыли, когда его фильм «Слово» в 1955 году получил приз в Венеции. Потому что фестиваль, собираются люди со всего мира, смотрят, и они, и журналисты, и кинематографисты, весть о том, что явился вот такой режиссер, разносят по всему миру. И вместе с собой везут фильм и начинают его показывать в разных местах. Притяжение нашего фестиваля в чем? Как профессионалу очень интересно якутское кино, которое по-прежнему очень отличается от того кино, которое делают в Центральной России. И оно продолжает быть очень отдельным явлением. И вот эта отдельность, она меня восхищает, очень интересует. Она мне как зрителю и как просто человеку очень кажется необычной. У меня есть план сделать отдельную подборку о якутском кино в журнале «Искусство кино», который я возглавляю. И для этого я хотел еще раз посмотреть на то, что здесь происходит, поговорить с какими-то людьми, с кем-то, может быть, впервые познакомиться. И вместе с тем мне очень интересно попробовать, если этот номер будет сделан, с его презентацией одновременно в Москве показать несколько лучших якутских фильмов. Они приходят, но поодиночке. Вот один фильм показали на московском фестивале, один в Выборге, они потом все равно не приходят в прокат. А я бы хотел лучшие якутские фильмы, ну, допустим, десяток фильмов, собрать вместе и одновременно в одном месте показать. Журнал-то очень фундаментальный. Еще в советское время я в юности с таким удовольствием читал статьи, и для меня, как театральный режиссер, очень многое тоже повлияло в этот журнал. Надо придумать, как написать, чтобы людям было интересно прочитать и захотелось посмотреть. Поэтому сейчас я думаю над тем, как это оформить, познакомить, может быть, с теми людьми, которые занимаются якутским кино. Может быть, сопроводить это какими-то фотографиями. У нас журнал «Черно-белый», там нет цветных иллюстраций. То есть придумать форму. Мы, я думаю, что что-нибудь изобретем обязательно. В принципе, всех ребят, которые снимают кино, я знаю, откуда родом, как, что произошло. У нас все равно возникает главный вопрос. Ну почему не в Татарстане или в Башкирии, или в другом каком-то регионе, ну в национальных республиках, которые бывшие автономные, почему вот у нас произошло вот этот кинобум? Ну вот несколько факторов сошлось. Один из факторов – это отдаленность географическая. Очень далеко. Это отдельный остров свой. Потому что, ну, Татарстан все-таки, ну, это Россия. Вот Волга течет, все рядом. Европа. Рукой подать. Ну, Россия, Европа, немножко Азия. А тут есть немножечко Россия, немножечко Азия. Но в целом Якутия – это отдельный какой-то материк. Она еще и огромная. Это же очень большая земля. Вот. Это во-первых. Во-вторых, это удивительная сохранность языка и культуры. Шаманизм существует до сих пор во многих регионах. Но, по-моему, он в Якутии живет более органично и естественно, чем где-либо еще. Просто существует и все. И многие люди в это верят. Потом зависимость людей от природы. Мы ездили в Хеленские столбы, рассказывали. И машина наша, прекрасный джип, на котором мы ехали по реке, его занесло, оторвало какой-то кусок бампера. Ну, то есть это не было какой-то страшной аварии. Но нам природа тут же напомнила о том, что мы ей подчинены, что мы от нее зависим. Мне кажется, такой зависимости от среды нету нигде. И это тоже за счет экстремальных, природных. Вот с кино это, может быть, прямо не связано. Но это просто отделяет Якутию от всех. Эта отдельность, она очень важна. Эта культурная отдельность тоже. Она не только географическая. Она не только климатическая. И эта культурная отдельность требует своего выражения в культуре. И, собственно, дальше загадочный, такая монтажная склейка, загадочный перескок, у которого нету объяснения, что той культурой, которая здесь оказалась органично, оказалось кино. Дальше вопрос, почему? Мы не знаем. Мы не знаем. Ну, как мы можем задаться вопросом? Почему у голландцев самая прекрасная живопись? Почему у голландцев гений живописи? Нет, на самом деле, никакого ответа. Почему там живопись более гениальная, чем, не знаю, в Англии, например? Как это объяснить? Почему лучшие пейзажи и натюрморты созданы там? Почему там Рембрандт? Почему там Вермеер? А не где-то еще? Нет никакого ответа. Ну, если что, это же пытается ответить. Ну, я ни одного... То есть, ответа нет, но сама... Ни одного убедительного ответа я ни разу не прочитал. Потому что, как ты не объясняй, ты найдешь другую рядом страну с похожими климатическими историческими условиями, и там это не сложилось, не получилось почему-то. И мы не будем знать, почему. То есть, мы можем еще почему-то объяснить, почему возрождение в Италии, например, потому что Древний Рим раньше... Ну, Рим распространялся тоже на всю Европу. Могло бы возрождение и во Франции появиться, но почему-то появилось в Италии. Вот что-то в характере итальянцев есть с этим сочетающееся, и все. Поэтому я думаю, что здесь можно только гипотезы какие-то предполагать. Нет никакого ответа его... То есть, его можно дать, он не будет полным никогда. Ни один ответ не будет окончательным на этот вопрос. Ну, давайте я там сделаю предположение, допущение, совершенно антинаучное. Как в якутской жизни эпос, религия, потребление еды, общение с природой, общение с животными является единым целым, это все не разделяется, так как кино является синтетическим искусством, в котором речь, изображение, литература, монтаж, разные виды мышления в искусстве друг от друга неотделимы. Синтетических искусств, собственно, их на самом деле два, кино и театр. Все остальные, они более чисты. Музыка, хотя она связана, конечно, с литературой, или архитектура, или живопись, они существуют сами по себе. А театр и в еще большей степени кино, в них много элементов, пока они все не сложатся, кино или театр не появятся. Так и якутская цивилизация тоже являет собой череду нераздельных явлений, которые друг с другом всегда связаны. Просто гипотеза, это просто некий метафорический взгляд на это все, который, может быть, ничего не значит и ничего не отражает. Самая идентификация геокультурной нашей культуры, она как раз вот очень даже правильно, и, по-моему, это один из главных ответов на этот вопрос, поскольку сама вся культура, ну, исходя из российской такой культуры, русская культура, европейская культура, мы азиаты живем, и вот мы на севере живем, север же, это Северная Азия, и тоже мы Евразия, поэтому вот как раз цивилизация, синтез культурных всех моментов, оно дает вот близко, видимо, правильно вы говорите, к киноискусству, то есть монтаж, монтаж. Да, да. Учитывая наши эпосы Ланхо, и зная многие эпосы других народов, вот недавно мы были в Индии, и я там заметил, вот это как раз монтажный такой, очень удобно ставить спектакль, очень получается спектакль по эпосу, поскольку вот это монтажное мышление, оно дает мощные такие эффекты. Для якутов теория кино, киноведение, кинокритика, это Антон, он так даже просто говорит, Антон, говорят так, да, для якутов, ну, в основном для людей кино, театр, искусство, интеллигенции, поэтому я не могу не спросить по российское кино, вот что сейчас происходит, какие главные происходят события? Ну, главное событие, которое происходит сегодня, это стагнация, это антисобытие, сейчас оно связано непосредственно с коронавирусом и замораживанием всех процессов, но даже и до этого довольно драматичным образом, наверняка вы об этом слышали, читали, произошло замораживание подряд двух проектов Андрея Звягинцева, нашего ведущего режиссера, который известен не только своим талантом, но и своей отвагой, и бесстрашиваем в разговоре какие-то табуированные темы, и это естественным образом, или противоестественным, привело к тому, что продюсеры боятся с ним иметь дело, отворачиваются, не финансируют его довольно дорогие, прямо скажем, проекты. И это такая драма этого года, очень важная для нас. С другой стороны, вот сейчас состоялся Берлинский кинофестиваль, на котором было представлено несколько русских фильмов в разных программах, некоторые из них были отмечены, и было чрезвычайно приятно, что фестиваль, который обрел сейчас новое лицо, оно действительно новое, там пришла новая дирекция, и Карла Шатриан, новый директор Берлинского фестиваля, развернул его в сторону искусства, от такого чисто политического ракурса, который был при предыдущем директоре Дитере Кослике. И сразу оказалось, что русское кино востребовано. От дебютных фильмов Марии Игнатенко «Уснувший город», очень любопытный фильм, был показан в программе «Форум», которая традиционно посвящена дебютному кино, до знаменитого уже на весь мир проекта «Дау», хоть никто толком его не видел, но он очень известный, монументальный, прекрасный. Два фильма были показаны, с большим скандалом обсуждались. Или документальная монтажная картина Андрея Грязева «Котлован», выдающийся, на мой взгляд, в финале, который мы видим, якутского шамана, отправляющегося в Москву. И ряд других фильмов, вот я назвал три картины, это не все, что там было русского. То есть мы увидели себя только что, это было в конце февраля, только что мы увидели себя, россиян, частью мирового культурного кинопроцесса. Что касается нашего коммерческого кино, у нас тоже произошла небольшая революция, когда на Новый год фильм «Холоп», в общем-то, маленький фильм, комедийный режиссера Клима Шипенко, победил двух, как казалось, однозначных лидеров сборов. Фильм «Союз спасения», спродюсированный Первым каналом, и фильм «Вторжение», сделанный Федором Бондарчуком. Это такие тяжеловесы. А Клим Шипенко, режиссер, имени которого никто еще не успел узнать, в фильме «Холоп» не снимается ни одной такой однозначной звезды. Там есть Иван Хлобыстин, но до сих пор фильмы с его участием, именно кинофильмы, не становились хитами. Он был телевизионным больше персонажем, хоть и очень популярным в стране. Дело не в нем, короче говоря. Это еще раз доказало, что в кино главный фактор – это зритель. Это его выбор, это его взгляд. Как бы индустрия не пыталась все это регулировать, как бы она не изобретала свои методы подчинения общественного мнения себе, через рекламу, через пропаганду, через какие-то фигуры влияния. Зритель все равно сам скажет свое слово. И это для меня чрезвычайно утешительный момент. Знаете, многим фильм «Холоп» не нравится, посмотрев его, они говорят о каком-то падении нравов, вкусов и прочее. Я не могу к этому присоединиться. И дело не в том, нравится вам или нет этот фильм. Мне он нравится, кому-то он не нравится. Мне кажется бесценным выбор зрителя, который происходит вопреки как бы фигурам влияния, вопреки тем, кому кажется, что зритель у него в кармане. Это, если угодно, есть настоящая демократия, которая в кино все еще у нас существует. Высказывание зрителя за какие-то фильмы и в ущерб другим каким-то фильмам. Поэтому мне это показалось очень интересным, до сих пор пока не исследованным явлением, сенсационный успех этой картины. И вообще у русского кино все хорошо, я не имею права еще о них говорить, потому что они еще не вышли и не были показаны официально нигде. Но только за последнюю неделю мне повезло пока что неформально посмотреть две дебютные картины российские. Одна коммерческая, другая более авторская. Обе замечательные. Это чрезвычайно приятно, когда ты смотришь замечательные дебютные картины. Коммерческое кино все-таки зависит от правильной рекламы. А вот вы говорите о том, что фильм «Холоп» я, кстати, очень согласен. Я тоже, мне фильм очень как-то здорово понравился, как-то неожиданный такой, интонация неожиданная. И я все-таки думаю, что коммерческое кино – это прежде всего реклама мощная, да? Нет. Или происходит? Нет? Мы видим, что нет. Нет. Относительно фильма нет, да? Но вот реклама фильмов «Вторжение» и «Союз спасения» была гораздо сильнее, а собрали они меньше. Я понимаю так, что это зритель, как вы сказали, демократии в кино, да? Конечно. То есть услышали друг от друга, кто-то в каким процессом... Да. Это называется «Сарафанное радио». Ну, хорошее кино имеет свое радио, «Сарафан». Да, всегда. У нас называется «Торбозное радио». Раньше носили информацию здесь, в торбозах. Я вырос в деревне, в котором был кинотеатр «Космос». Там, значит, фильмы шли, советские фильмы, как нигде в Якутии, по три, по четыре фильма в день. Я, значит, с утра до вечера смотрел фильмы. Вот скажите, будущее кино связано с каким направлением? Будущее кино связано с будущим человечества. Если я спрошу вас, тенденции будущего, это скорее путь к авторитаризму, консерватизму, национализму или к демократии, глобализму? И на самом деле вы не будете знать, что ответить, потому что сейчас кажется так, а потом происходит, допустим, эпидемия такая, и все меняется в один день. За неделю меняется весь мир. Кино отражает то, что происходит в мире. И мы не знаем этого будущего совсем. Мы совсем недавно разговаривали с Александром Броднянским о кинопрокате, и пришли к выводу о том, что один человек, один человек, дважды кинопрокат в мире спас. Как такое может быть? Как может зависеть все от одного человека? А может. Первый раз, когда люди стали говорить о переходе к телевидению и так далее, это был конец 20 века, и Джеймс Кэмерон снял «Титаник», и в частности в России возрождение кинопроката началось с «Титаника» и его успеха. Кинотеатров почти не было. Но люди чувствовали, что это надо смотреть на большом экране. Потом прошло чуть больше 10 лет, чуть-чуть больше, и опять стали говорить о том, что кино умирает. И Кэмерон сделал «Аватар». И стали строить новые кинотеатры, переоборудовать звук, переоборудовать 3D, и снимать бесконечный 3D. Люди снова пошли в кинотеатры. Понимаете? Один человек снимает фильм, и весь ход кинематографа раз, и сворачивается в другую сторону, чем все думали. Это то, о чем я говорю, говоря о гении, якутском этом несуществующем, или нам пока неизвестном. Один человек способен в искусстве, не в мире, очень многое изменить. Я в одном уверен, стопроцентно, то, что когда люди говорят о смерти кино, об усталости кино, это все ерунда. Кино живо-здорово, это очень молодое искусство, у него все впереди. Кино только учится сейчас всему. Кино не усталое искусство. Оно, конечно, переживает кризисы, но эти кризисы – это как переходный возраст у ребенка. Мы же не говорим, что ребенок сейчас умрет от того, что он начинает хулиганить, хамить родителям, или тайком курить. Мы просто понимаем, что это период, который сменится другим периодом. И у кино то же самое происходит. Все его кризисы – это переходные возрасты. И все, у кого есть или были дети, они все знают, что переходный возраст не один, их очень много. Один сменяется другим. Поэтому я знаю, что кинематограф будет жив. Это оптимистический момент. А пессимистический в том, что ничего предсказать мы не в состоянии. Мы не знаем, что с ним будет завтра. Кинозрителям, любителям кино очень интересно услышать от вас. Какая страна сейчас наиболее, скажем так, пульсирует? Это очень простой вопрос. Как раз в разговоре о сегодняшнем дне. Прям проще не бывает. Мы знали всегда и знаем сегодня. Главное кино в мире самое мощное – американское. Нет никаких сомнений. Любите его, вы ненавидите. Хотя нет тех, кто ненавидит американское кино. Те, кто ненавидит Голливуд, любят все равно независимое американское кино. Те, кто не любит современное американское кино, любят старое американское кино. Ну, невозможно жить вне, не знаю, Хичкока или Чарли Чаплина, или Джона Форда, или Спилберга, или Кубрика, или Вуди Аллена, или братьев Коэнов. Есть фигуры, или Дэвида Линча, мы не можем их выбросить из кино. Если мы любим кино, мы любим их, или хотя бы многих из них. Поэтому американское кино всегда номер один. Но в 2020 году впервые в истории случилось то, чего никогда не бывало. Американское кино вдруг свою главную американскую премию отдало не американскому фильму, и даже не английскому, и даже не англоязычному, а фильму из Кореи, фильму «Паразиты» Пон Джун Хо. Я обожаю этого режиссера, много лет его люблю, за ним слежу. Для меня это момент очень большой радости, моей, можно сказать, персональной. И если выбирать одну страну за пределами Америки, сегодня, как нам говорит сама Америка, это Южная Корея. Южная Корея, еще один кинематограф рядом с Якутией, хотя, конечно, он гораздо популярнее, известнее в мире, чем якутский, где люди живут и дышат кинематографом, где кино – национальные идеи. Таких стран очень мало, на самом деле. Но вот Корея именно такая. И они за это получили, корейцы в целом, они воспринимают, конечно, как национальный триумф к победе «Паразитов». Они получили приз. И, пожалуйста, тут же после этого произошел Берлинский фестиваль, где приз за лучшую режиссуру тоже получил кореец. Хон Сан Су – абсолютно другой фильм, вообще ничего общего с «Паразитами». «Женщина, которая сбежала» называется. Но тоже замечательная картина и тоже мировое признание. Кино – это национальная идея. Может быть, объявить в Якутии кино национальной идеей? В России, а Якутия все-таки часть России, когда что-то объявляют национальной идеей или скрепой, это плохо. Это сразу, значит, путь в официоз и в умирание. Лучше ничего не объявляйте, пусть оно и так существует, национальная идея. Само по себе. А вот датское кино, я вот знаю, что было очень хорошо. Очень люблю датское кино. Сегодня оно переживает не самые лучшие в свои времена. Я в прошлом году представлял программу «Датская волна». Это очень хороший российский фестиваль датского кино, где показываются новые датские фильмы. Все их посмотрел. Талантливые фильмы, но очень консервативные стали. 20 лет назад, когда появилась «Догма 95», уже почти 25 лет, она в 1998 году по-настоящему возникла, это было очень авангардное кино, новаторское. Сегодня оно более ретроградское. Но это может быть тоже период. Пройдет год или два, и все изменится. Или не изменится, или изменится через 10 лет. Мы не знаем, не можем сказать. А этот фильм «Догма» – это история города, да? «Догма» – это движение, которое подразумевало особенный взгляд на кинематограф. Съемки только с живой камеры, запись живого звука, отмену жанра и спецэффектов и так далее. Это очень обновило кинематограф. Но это уже произошло, это в прошлом. Все-таки вы просмотрели почти большинство якунских фильмов на фестивале. Ну, много, да, я не считал. Вот вопрос, некорректный, наверное, но у какого режиссера наиболее такой вот, ну, как бы, скажем, предплеча вот того гения? Мне очень обидно, что Сергей Потапов снимает мало кино. Он очень много работает в театре, а фильмов у него меньше. С другой стороны, я понимаю, что его интересы, его любовь, они лежат в области театра. Что он от театра не может отлепиться, что он делает несколько спектаклей в году, и сказать, чтобы он немедленно бросил это и снимал больше кино, язык не повернется. Но мне бы хотелось видеть больше фильмов, которые делает он. Они у него очень разные, очень интересные. Я согласен, да. А фильм «Надо мной солнце не садится» – это вот в чем, так сказать, природа успеха этого фильма? Да я не знаю, мне кажется, просто его, как бы, естественный язык разговора с зрителями. То, что в нем очень мало искусственного, то, что он кажется очень естественным, и эмоционально, и интеллектуально, вот и все. Искренность такая. Да, конечно, честность. Честность в искусстве в любом, не только в кино, это все. А вот наш фильм на Московском кинофестивале – это подлинная победа? Или все-таки… Я считаю, что подлинная. Я был на Московском фестивале, и мне «Царь птицы» показался один из самых лучших фильмов, которые там были. Другое дело, с моей точки зрения, победа на Московском фестивале – это не то, чем надо так уж гордиться. Это не по-настоящему большой международный, мировой фестиваль. Это фестиваль важный для России. Но мне кажется, что для якутского кино победить на российском важном фестивале – это тоже достаточно серьезно. Поэтому я рад, что фильм там был, что он победил. Ну, если для корейцев «Паразит» фильм – это как бы сейчас национальный праздник был, но когда наш фильм победил на Московском кинофестивале, то тут народ так был очень-очень… Ликовали? Да, ликовали еще. Вот, правильно, очень хорошо. Так должно быть. Пошли как национальная идея прозвучала. Дальше больше. Теперь на завоевание Канн, Венеции, Берлина. Ну и дальше на «Оскар». Итак, Антон, я очень рад и доволен, что вы пришли на мою передачу. Обычно вот я в финале передачи я вручаю в благодарность свою книгу. Называется «Путь к культуру Саха». По-моему, здесь предпеча тоже кинобума нашего как-то здесь тоже сформулирован. Может, посмотрите, может… С удовольствием. Да, а дальше уже в следующий раз поговорим о тех мыслях, которые я тоже изложил в этой книге. Спасибо. Спасибо большое. С вашей стороны жду вашу книгу. Обязательно. Я знаю, что 9, аж 9… Да, скоро будет 10. Да, 10 будет. Я очень жду. Вы очень нашему кинозрителю, нашим людям, очень как человек, как специалист, как компетентный товарищ, очень нравитесь. Поэтому спасибо еще раз. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»